Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами из ингара выкатим могильщика. Это один из двух танчиков, которые можно будет забрать за сезонные монетки. Короче говоря, ребят, выбор будет, я бы сказал, очень простым для тех, у кого нет ни одного, ни другого из этих танчиков. Поскольку в выборе между могильщиком и Проджетой 46, если вы все-таки заработаете 16 тысяч сезонных монет, согласитесь, Проджета будет куда интереснее. Все-таки это 8 уровень, все-таки он будет фармить. Ну а могильщик это большее удовольствие для коллекционеров и для тех, кто помнит эту машину еще с незапамятных времен, но все никак не получал данную машинку из каких-нибудь контейнеров там, ну либо не покупал ее на аукционе. Плюс к тому, ребят, интерес заключается в том, что к могильщику идет еще и киберспортивный контейнер, который в чем-то интересен, в чем-то нет. Вы можете получить отсюда чисто теоретически одну из вот этих вот машинок. Какие-то машинки прикольные, хорошие, какие-то машинки в принципе уже морально устаревшие и, я бы сказал, по большому счету никудышные. Но в любом случае халява есть халява. Поэтому если хотя бы одна машинка из этих трех контейнеров вам выпадет, вы уже счастливчики, уже не имеет значения, что это будет конкретно за аппарат. Ну а сейчас вернемся к самому могильщику, не будем заценивать технические характеристики. Кто не знает, зайдите по ссылке в конце видео, я добавлю, посмотрите на обзор данной машины, посмотрите, как она катается. И вообще, честно говоря, у меня несколько видосов на канале на могильщик, и, наверное, могильщик на моем канале самый популярный танчик. У меня в целом, если брать только по основному аккаунту, порядка 50 премиумных машин, это не считая коллекционных. И в то же время могильщик занимает почетное место, наверное, одной из первых в этом списке. Почему? Потому что данная машина, она довольно часто доставляет лично мне, ну, какое-то абсолютно ничем не измеримое удовольствие от игры. Потому что накидывать по 6 снарядиков с барабана и довольно быстро перезаряжающийся барабан, он абсолютно полностью нивелирует всю вот эту вот никчемность альфы за один выстрел. Потому что, действительно, для своего уровня альфа за шот у могильщика, она, ну, я бы сказал, никудышняя. Там в районе 60 урон, ну, короче говоря, казалось бы, абсолютно ни о чем. Но когда вы закидываете 6 снарядов, когда вы выезжаете и откидываете с барабана просто-таки как шальной, когда вас не пробивают, ну, это реально очень, ну, не знаю, бодрит и как-то вот заставляет просто-таки ехать дальше, заставляет воевать, заставляет накидывать. И это действительно то, ради чего стоит на могильщике заходить в бои. Заходить в бои не ради большого количества урона, заходить в бои не обязательно ради какого-то бешеваного нагиба. Но в целом, ребят, согласитесь, довольно прикольно зайти в бой и в этом бою, ну, допустим, забрать троих или четверых товарищей, да, с командой противников, это уже очень приятно. Вот за это я, честно говоря, могильщика и люблю. Ну, вот сейчас, допустим, было не пробитие от согласника, да, так или как правильно сказать, от одногодки от танка 7 уровня, ну, довольно-таки приятно не получать пробития. Я понимаю, что это СТ-шка и в то же самое время могильщик, поверьте, далеко не самый бронированный танчик. Но в целом, если смотреть на него в прямой проекции, то у него пробиваются щеки по башне и у него пробивается еще там в районе бронелиста нижнего. Но в целом, ребят, машинка для одноклассников, я бы сказал, вполне-таки себе даже бронированная. Так, ну что, попытаемся подкидывать. Ну, и едь сюда. Ну, вот как-то так, ребят. Да, я получил какую-то плюху практически на 500 единиц, но в целом свое дело сделал. Есть шансы сейчас забрать еще вот эту вот СТ-шку у меня, если все будет окей. И именно за вот это могильщика я и люблю. В целом, ребят, как я уже сказал, выбор между машинами, которые можно получить за сезонные монеты, для большинства будет прост. Потому что если про джеты нет, то однозначно на могильщика никто смотреть не будет, если вы соберете все-таки 16 тысяч. Но и все-таки собрать дополнительных 4,5 тысячи сезонных монет для того, чтобы вместо могильщика взять себе прогу, тоже смогут далеко не все. Поэтому, ребят, не знаю, насколько там прямой-непрямой выбор, но на могильщика стоит обратить внимание. И, кстати, ребят, обратите внимание на могильщика в случае, если вдруг на какую-нибудь черную пятницу, либо на новогодний аукцион машинка выпадет на продажу за какую-то плевую сумму, которую вы можете себе позволить. Но вот фарм, допустим, за такой никудышний, я бы сказал, бой, 22 тысячи серебра на седьмом уровне. Да, это, конечно, не горы серебра, но все-таки, согласитесь, это хоть что-то. И можно довольно-таки периодически себе немножко накидывать с фаном, ребят, что самое важное, в копилочку серебрушки. Итак, ребят, даже заберу камуфляжик, это очень приятно. Не думал, что в обзор попадет. Короче говоря, ребят, могильщик, машинка довольно-таки фановая и интересная, но однозначно не для статистов. То есть, ну вот, статисты эту машину не любят по одной простой причине, потому что среднего урона на ней много не нанесешь нормально. Там постоянных побед на ней ожидать тоже не стоит. Но, ребят, лично у меня, когда я очень долго поиграл на данной машине, стало получаться практически за каждый бой делать по там 2-4 фрага, иногда даже по 5 фрагов, это очень приятно. Да, пускай ты добираешь недобитков, но свое дело в бою ты делаешь, ты минусуешь стволы. Если вы за честные обзоры, если вам нравится смотреть машины такими, какие они есть в руках среднестатистического танкиста, а не скиллового игрока, если вы, скажем так, не хотите в дальнейшем смотреть видео, которое для вас снимают именитые обзорщики в виде 20-30 боев, из которых вырезают самый кайфовый и его презентуют как показательный бой для машины, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен и буду ждать вас на своем канале. А на данный момент у меня все, это был Могильщик за сезонные монеты, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok